здравствуйте уважаемые телезрители что ж карантин потихонечку мы с вами преодолеваем хотя так сказать еще различные мнения по этому поводу ходят ждем повторных каких-то вспышек взрывов так далее евгений мельников сегодня у нас в гостях общественный деятель давненько не виделись но в общем были на удаленке карантине лишь в не дай бог там друг друга не заразить но слава богу все потихонечку возвращается на круги свои наш премьер-министр господин денис шмыгаль объявил недавно о том что правительство планирует привлекать волонтеров для того чтобы они вот наблюдали за тем каким образом соблюдаются карантинные нормы то есть правильно ли носят маски все вносят неправильно сразу говорю потому что нос всегда ну в очках особенно тоже кстати тяжело ходить в маске потому что потеют постоянно соблюдает ли дистанцию не соблюдает уже сразу говорю ну и так сказать характер посещения магазина в ресторанах там пунктов общественного питания и так далее не знаю мне кажется я может быть так сказать усугубляю так сказать но мне кажется это несколько наивный такой вот посыл потому что ну извините вот маршрутки едешь там висит объявление да если вы заметили что водитель курит за рулем там или говорит по телефону без хендмейт свободных рук вот а просто говорит по телефону звоните по телефону так далее да все водители постоянно они по телефону друг другом созваниваются потому что ну дистанцию между маршрутами там выскать совет хоть один позвонил человек да и никто в жизни вообще и мне кажется что вот такую такая надежда на какой-то общественный контроль волонтеров но это по-моему немножко наивный посыл как вы думаете ну я давно заметил что как наше правительство такие городские власти они взяли политику декларирования намерений то есть они громко о чем-то заявляют о том что вот там построим космодром да или о том что вот призовем волонтеров следить за этой ситуации там а что в итоге будет то есть вот заявили создали инфоповод да а дальше уже неважно это исполнение еще что то мы прекрасно понимаем если буквально пару недель назад та же полиция разводила руками говорит мы не можем ничего сделать с контролем судьи смеются и тоже возвращают протоколы там разные штрафы и все потому что говорят это ну незаконно мы не имеем права выписывать там штрафы там которые там придумали и сообщить то есть тоже означали извините как заявили что приезд в общественном транспорте только по спец пропускам только тем людям которые ездят на работой которым необходимо никаких там не должно быть ни пенсионеров никого повыдавали нам тоже так сказать выдали мы на работу ездили выдали тебя распечатали огромное количество денег потратили на полиграфию распечатали вот эти вот спец пропуска хоть один раз за эти два месяца у меня кто-то спросил бы этот пропуск да никогда то есть бабушки расталкивая палочками всех тех кто едет на работу все спокойно ездит в маршрутках да некоторые маршруточники некоторые трамваи да они смотрят сидячих мест нету пожалуйста не заходите в трамваи будем ехать так но не все вот я сейчас ехал на работу маршрутки стояла где-то человек 7-8 сейчас появились какие-то загадочные тонированные автобусы я заметил на дорогах правда они комфортно выглядят но они останавливаются на остановках подбирают пассажиров то есть возможно это уже признаки как бы предтеча киевских этих убер шаттл там где комфортные вот ездят автобусы только сидячие места только по заказу собирают пассажиров но стоит дороже но тем не менее она существует возможно так а изначально да то есть маршрутки скажем так это лишний повод сообщить о нарушении карантина это мы все прекрасно знаем это лишний повод дать повод управлению торговли прийти за очередной взяткой то есть больше ничего мы не увидим то есть да придут какой-нибудь ресторан и скажут вот у нас тут был сигнал платите деньги или составим протокол там или давайте с нами как-то решим подешевле то есть дальше этого не пойдет кто такие волонтеры с какой организации это все для поговорить вообще что они могут подойти сказать ну 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 и все таки так он в маршрутке уже народ поделился уже народ на на стадии вот такого психоза вот связи с этим карантином то есть домовые чаты вот там в жилкомплексах они несколько недель там шла вот сейчас вроде как надеясь что утихла то есть грязня о том что вы чего лифт зашли без маски а чего ваши дети гуляют а наши дома то есть накал этих страстей то есть он уже был и сейчас не рассказывают о том что в маршрутке там там 90 процентов въедут уже вообще без масок а вот 10 процентов продолжает нервничать скандалить призывать то есть ну давайте добавим еще сюда волонтеров в то время как сам же глав сан врач или как там он именуется сказал что половина мер это было вообще как бы чисто психологически необдуманно не посещаете парки людей заперли сидеть дома и ходить по этажу до оказалось что это просто естественно это порождает нигилизм и этих волонтеров ну как я буду отправлять куда подальше и между прочим вот действительно прогулки в парке возле моря вентилирование легких это ведь очень важно у меня коллега вот с которой мы вместе работаем телекомпании она заболела пневмонией из-за того что она постоянно носила маску эти вот китайские маски они какие-то пластиковые они вообще не пропускает воздух нет никакой вентиляции она честно пионерски носила эту маску постоянно и заработал одностороннюю пневмонию потому что у нее не было вентиляции легких проверили не никакого коронавируса ничего в общем короче сделали тест и так далее но она заболела пневмонией вообще с ничего теплая погода никаких простуд не сквозняков ничего просто отсутствие вентиляции легких то есть и опять таки там одни рекомендуют там врачи не рекомендуют одевать маски там на открытых пространствах то же время праву правительство вводит штрафы за то есть вот это отсутствие логики отсутствие с координированности каких-то действий это привело к тому что люди сказали просто да пошли вы все куда подальше нам нечего кушать вы надели на нас эти маски а сами в то же время ходите по ресторанам что в одессе что в киеве там устраивают какие-то элитные дискотеки и посиделки работают избранные магазины а все остальные сидят голодные все и страшно в этом то что если сейчас реально произойдет какой-то всплеск какая-то вспышка никто не разбредется по домам потому что все устали от этого все устали от этого напряжения уже никто не обращает внимание на эти сводки все уже поняли что это карантин только для скажем простого людо а избранные могут себе спокойно дальше и гулять и зарабатывать и все плюс это повод для коррупции усиления поэтому какие волонтеры о чем вы говорите но парадокс евгений согласитесь этот парадокс в том что относительно других стран где действительно очень много людей заразилось очень много людей умирает это взять и центральную европу взять америку и так далее у них медицина намного продвинутее чем наши наши мало того что она вообще уже просто херела таскать превращалась в практике еще решили доконать этими реформами и при вот этой никакой медицине никакого уровня вообще жизни зарплаты так далее так далее у нас понимаете почему-то он не распространяется просто вирус этот кормить нечем верно на территорию украины стали да когда последний раз встречали иностранного туриста вот когда вот еще ли в прошлом летом помню полякам было очень верно летом полякам летом это ну сколько и вирус-то пришел из азии в ту же румынию он через дорогу перейдите там азиатов полно болгария еще где-то вот туристы вот едут везде а где они у нас я давно не видел то есть летом там американские эти военные что у нас учения проходят морпехи там но и так редкие какие-то группы там случайно попавших я так понимаю вообще из киева завезенных тут ради чего-то иностранных туристов то конечно и вирус опять-таки наш аэродром как не загину с другой стороны смотрите у нас до сих пор вот буквально пару дней тому назад еще очередное там сотни-полторы наших украинцев вернулись на родину там они возвращаются с кавказа там из азиатских стран из европы и так далее и мы об этом каждую неделю вот сначала сказать карантина каждую неделю вот еще группа вернулась украинцев вот еще зарубличан вернулись и вот-вот-вот вернулись они же едут не с пустыми руками понятное дело не все но кто-то же зараженный почему такой всплеск на западной украине ну там больше да там ближе граница там больше людей между собой то много родственных связей там этого всего ну гораздо больше чем чем с нашей стороны я так понимаю что это основная даже до возвращается группы все но этот процент этих групп по соотношению там с какой-нибудь римской площадью там азиатских туристов и всех вернувшихся к нам во всю одессу я думаю он равнозначен с той группой которая пришла ватикан на экскурсию и с той группой которая вернулась там за за месяц по чуть-чуть маленькими партиями в одессу то есть тут разные соотношения разный поток туристов и все да хочется верить что вот эти все меры предосторожности то что потери работы и всего она тоже возымело свое действие мы тоже и благодаря им избежали какого-то всплеска большого заболевания но некоторые медики еще говорят о том что вот предположим мы проходили у нас были прививки в детстве от бцж что они вроде бы тоже повлияли на то что коронавирус так не распространялся что вроде бы в европе не делали таких прививок раз во-вторых все-таки помните тут старый анекдот а вы их душ там не пробовали вот этот анекдот родился когда у нас что у нас было в семидесятом году холера было да вот что вроде у нас более устойчивые вот у украинцев жители бывшего союза советского более устойчивый организм к вирусам потому что вырабатывается иммунитет благодаря тому что мы меньше обращаем внимание на то чтобы дезинфицировать вообще все вокруг себя потому что европейцы они давно на этом помешаны уже много десятилетия у них уже и даже туалетная бумага с элементами там дезинфекции там его специальное мыло специально и так далее я их организм уже так сказать его уже то сколько бы окружили вот этой брони вот как только и сняли так сразу организм заболел а наш организм он такой еще крепенький как-то выдерживает взять тоже там соседнюю страну москву допустим вот мы в соседней стране в москве там большой всплеск но все-таки я думаю играет роль вот этой того кто сколько людей сюда из-за границы проезжает то есть я думаю что это все-таки очень важный момент когда количество поток там туристов деловых туристов там обмена всего вот там с азии с европы он все-таки сыграл существенную роль потому что к нам но мало все-таки людей едут по сравнению с там соседней страной или даже там ты в киев тоже то он держит свою планку то есть но я не специально извините как можно комментировать вот то что предположим да вот большой всплеск был в англии во франции в италии метро у них не закрывали при всем том что распространялся вирус совершенно сумасшедшими темпами у нас метро сразу закрыли вот так может быть где-то стоит и поаплодировать выскать нашему правительству за то что где-то но если открыть фотографии в деле так сказать и увидеть очереди которые были на маршрутках количество людей в автомобиле сидящего сотрудники подвозили и все и огромные очереди километровые даже у нас поселка котовского а на границе что творилось килограмм километровые очереди людей в границу пересекали в этом забитом автобусе кто там наладил свой маленький бизнес то есть это все тоже ну тут тут запретили тут разрешили то есть количество вообще какой вред вот психологический финансовый насколько это все сложилось потому что очень много бизнеса просела то есть много людей потеряла работу многие бизнесмены разорились многие сейчас надо много усилий прикладывать для того чтобы обратно заработал тот же ресторанный бизнес у нас по статистике по моему каждый двухсотый человек имеет отношение к сфере питания то есть рестораны клубы еще что то то есть каждый двухсотый человек это не считай то есть это серьезный процент плюс серьезный процент тех кто занимался грузопассажироперевозками то есть этот бизнес то есть она все по чуть-чуть и много людей пострадало от этого просто это и потери здоровья потому что денег нету никто не идет лечиться это не когда у тебя есть кармане ты можешь себе позволить это социальное напряжение в семьях там с соседями самим собой то есть это все тоже то есть тут еще надо сопоставить что лучше что хуже все-таки ну будь это вспышка все-таки у нас да или или то что мы сейчас пережили но она как бы тихо и не никто бы знаете какой момент мне кажется еще вот наша ментальность вот та еще совковая советского союза то есть если что-то партия правительства нам сказала надо комсомол ответил есть и все это выполняется формально да извините я сам был секретарем комитета комсомола собрание не проводил на протоколы рисовал издавал в райком комсомола вот что вроде бы все у нас проводится хотя на самом деле кому это было чистая формальность то же самое сейчас то есть вот объявила правительство что надо вот соблюдать и формально вроде бы внешне соблюдает хотя вот буквально свежей прессе на неделе купленные прочитал не будут говорить название газеты чтобы рекламу не делать там реальные коллекции реальных историй люди присылают рассказывают женщина в какое-то присутствие место пришла ей значит вот этим пистолетом проверили температуру говорит вот журнал запишите у вас 35 и 5 хагер как 35 и 5 из 35 и 5 это это обессиленный организм я должна просто упасть и и таскать скобесил дать ничего не знаю пишите 35 и 5 она берет журнал смешит а смотрит на предыдущие 35 и 3 35 и 7 но она записана написала свою фамилию расписал играть ребят но вы проверьте аппарат но не может еще 36 и 6 должно быть ну там плюс-минус она ведь не почему он нормально у одного было 36 и 6 может быть у него было 37 аппарат показал то есть вот такой какой-то извините за выражение но только у нас общий какой-то пофигизм вот хотя с другой стороны тоже там же написали такую историю хотя все-таки люди особенно дети они все-таки оптимисты по натуре один мужчина наблюдал во дворе игрались дети значит они придумали игру называется крана вирус значит они выбирают одного который якобы больной значит он должен чихать и кашлять постоянно гоняться за другими кого он значит запятнал он тоже становится больно теперь они вдвоем гоняются за странами виду самое смешное когда уже ора вовсе и остался один самый шустрый который не болеет они за ним гоняются и так далее то есть какие-то но с другом тоже можно все таки сказать о том что карантин по моему на какие-то вещи все-таки заставил нас посмотреть иными глазами то есть мы ну стали даскать ну наверно больше аккуратистами мы чаще стали мыть руки хотя бывало как с улицы пришел что-то из холодильника хватит и так далее сейчас не а подожди сначала помыть руки ну то есть как-то дисциплинирует в чем-то да дисциплинирует а в чем-то все равно я же говорю что породил еще одну волну вот этого нигилизма протеста против каких-то распоряжений нашего правительства или города то есть вот мэр же что же недавно как бы сказал скользь или что что карантин фактически закончен да чтобы и тут же в эту же выходную там около наши мерские вот эти все дискотеки устроили там мега тусовку там с тигрятами львами и всеми кто гулял там и все то есть и что после этого выйти и потребовать и от простого человека суд то есть ну это породило еще тому что одноочередные указания правила и требования никто не будет обращать внимание почему потому что если вы требуете вы и сами исполнять вот там в киеве вот этот ресторан ставший известным потому что кто-то понес наказание за это все нет сказали от махуль отмахнулись и все то есть не причем не не политической какой-то ответственности не понес не какой-то там уголовной административной то есть и сколько таких было еще ресторанов и в одессе точно так же вот там есть у нас ряд ресторанов где депутаты встречались там и горсовета и страны там и они продолжали себя работать для избранных но это все видят то есть вот этот бармен там бариста официанты сидят дома голодные съезжаются люди стали съезжаться в одни квартиры там двух-трехкомнатный которые раньше снимали там сами отдельно по одной-двух то есть такие коммуны образовываться чтобы как-то прожить это все и в то же время они в окно видят как тот ресторан себе работает преуспевающий или там что-то работ и случае сейчас какая-нибудь беда выйди с обращением наш там президентом премьер-министр все отмахнуться и вот вот это страшно вот и самое интересное что доступ к этой информации открыт обсуждают все очень широко очень эмоционально таскать любой канал включить чех 8 а впечатление такое что от руководства страны она же где-то в другом пласти они где-то вот там у них другое озеро таскать и другое небо совершенно не только не замечает и то есть собака лает как караван идет вот но я вот скажу тоже из практики как только уже стало известно что идет коронавирус идет карантин и страшный всплеск но есть предприятие которые безостановочные у них цикл работы они не могли остановить то ну просто по примеру моей семьи то есть шеф моей супруги категорически запретил пользоваться общественным транспортом вот и сказал так на работу либо ну там что-то можно было делать по удаленке либо если будешь ехать на работу только чтобы кто-то из сотрудников у кого у нас нет машины у кого есть частный транспорт значит чтобы привозили на работе вот но были там доскать на случай когда нам такси вызывали предположим и так далее но категор запретил просто будешь ехать общественным транспортом я на работу не пущу просто эти отправлю в отпуск ну скажем вот раньше когда я работал не самостоятельно в компании всегда только приходил сотрудник с легким недомоганием там какой-то у него насморок там першит в горло домой все ты нам тут со своей заразой не нужен то есть не то что вот в некоторых наоборот там хоть умри упади ну приди там 30 дети нет только есть признаки вот простудного заболевания все иди домой мы без тебя тут два-три дня переживаем все заболеешь но более серьезно то серьезно потому что это гораздо лучше сделать чем мы потом чтобы весь коллектив переболел там по перезаражали все то есть в адекватных организациях компаниях это всегда присутствовало да вот поначалу новостная лента на это все они нагнали жуть и люди всерьез восприняли то есть и так и я сам так и антисептики и маски и все и маме позвонил сказал чтобы из дома не выходила бы люди возрасте как бы более подвержены всем а это серьезно восприняли но когда пошли новости о том что рынки со свежим воздухом более-менее циркуляции воздуха запретить супермаркеты избранные гипермаркеты разрешить эти рестораны запретить а эти ну а что тут такого у нас приватные встречи в маршрутке значит нельзя но можно на работу все равно приди то сейчас вот сейчас по открывались уже некоторые кафешки да такие небольшие совсем маленькие которых я не знаю зачем их по закрывали когда в крупных там тех гипермаркетах и так далее люди просто толпами то что там они рисуют эти вот все полоски но единицы у меня правда было я чуть-чуть заступил за эту полоску передо мной стояла женщина вот пожилая она мне так же иди за полоску значит не стоит ближе детям 10 сантиметров ко мне вот так вот эти вот маленькие кафешки открылись и они спокойно сейчас работают обслуживают по одному человеку так они и так обслуживали по одному человеку с другой я подошел к прилавку пока я беру там свой кофе жду пока она приготовит другой человек он стоит ждет ну хорошо он стоит рядом стоит на улице вот в чем разница вот закрыть запретить другой стороны наблюдал баристу там на дерибасовского когда все закрыто было и где он и в другое время как бы по нашим правилам не имеет права находиться он тем не менее он там незамеченный уже лет 15 находится и я наблюдал как нему кафешки закрытые люди гуляют кофе хочется вот и к нему очередь уже стоит он этими руками берет деньги этими руками он достает стаканчик он его подставляет наливает отдает и следом люди из рук в руки через деньги эти стаканчики в рот то есть тут отсутствие элементарной гигиены в люб другое время то человек ну зачем мне нужен человек который берет своими руками через тысячу за стаканчик который я в рот свой тянул потом то есть процесс идет никого это не беспокоит а люди да там действительно кафешка где они паром эту чашечку прогреют где есть умывальник есть проточная вода все запретили обанкротились закрылись и все вот где логика и где справедливость ее нет поэтому люди и стали сейчас относиться к этому карантину появились тот волонтер да сотрудник полиции сделать замечание мы будем прекрасно знать куда пошлют этого сотрудника полиции а не поймет так еще 100 толпа соберется его все равно туда отправят поэтому и все-таки в две минуты до окончания нашего эфира и все-таки вернемся к началу передачи так правительство все-таки наша заявила о том что будет привлекать волонтеров это от безысходности это наив или 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 что это или это просто очередная какая-то прокламация или все-таки это что-то действенное так как вот вывод партийного прошлого да вот было такое имитация бурной деятельности вот она осталась вот когда надо надо создавать суету перекладывать бумажки делать заявление декларировать создавать что-то возможно еще каких-то пару миллионов 1 волонтеров спишут там возможно даже каких-то поставят в городе но отдача от этого будет ноль если не больше если это не породит еще какие-то конфликт и самое ужасное что с каждым годом мы уже как-то вдруг бабах у нас уже почти 30 лет независимости государства и мы наблюдаем поколение которое родилось и выросло так сказать уже после того как украина обрела независимость они уже как-то привыкли да вот к этому нигилизму воспринимают как должное мы же помним ту жизнь до идеология промывали мозги как бы там гулаги и так далее но было было какая-то схема какой-то какие-то правила игры я не знаю вот что вот не не что было работающее то теперь просто вот с самого начала карантина как только объявили коронавирус ужас кошмар сейчас все по умираем ухань там и так далее тут же ринулись продавать все защитные средства за рубеж да все вот это была точка отсчета нигилизма отношения правительства по отношению к людям на что правительство получает наверное или получит в будущем такое же отношение на этой радостной ноте я предлагаю нету все-таки мы одесситы мы не будем терять искать бдительность не будем терять чувство юмора потому что но и и будем все-таки аккуратные потому что не хочется всплесков таких вот как и пережили вот эти страны о которых мы сегодня говорили евгений мельников был у нас сегодня в гостях спасибо огромное увидимся через пару недель спасибо